Привет, меня зовут Даша и у меня был запрос на то, какие подарки мне подарили на Новый год. Я его с радостью исполняю и давай договоримся тоже заранее, я не хвастаюсь, я делюсь с тобой твоей радостью и заодно исполняю запрос. Итак, первое, что я хочу показать, мне будет так все спонтанно, первое хочу показать, это вот такая вот сумка, такого белого цвета. Вот тут карман есть на липучке, впереди на молнии, ну и разумеется, самый большой центральный карман, слава богу, внутри без каких-либо делений. Сейчас я вымоку содержимое и покажу. То есть вот такое вот все посторонное, но эта сумка не дамская, а эта сумка под нетбук, которую мне тоже подарили. Так, мне нужна была, ну скажем так, грубо говоря, печатная машинка, на которой я могла бы слушать музыку и во время путешествий смотреть фильмы. Вот, и мне подарили такой, ну, ноутбук какой-то, проще, и непременно я хотела фирмы Asus, потому что логотип у них очень похож на Иисус. И мне хотелось, вот я сейчас буду богохульствовать, конечно, мне хотелось, чтобы я могла сказать, пойду поработаю с Иисусом. Вот, собственно, мое желание мне исполнили, то есть мне вот эту сумочку подарили зятю, я так и называю, родственников со стороны мамы. А мама подарила уже нетбук и мышку. Какая тут мышка! Во-первых, мне очень нравится, что она такая, в такой уютной коробочке, ее не надо, то есть просто ее натаскать, ну, как-то вот все-таки не хотелось бы. Тут такая прям классная коробочка, есть сама мышка классная, ты посмотри, какая прелесть, да. Слегка мне напоминает форму наших олимпийцев, вот, а тебе нет? Я очень люблю фирму Dolce Milk, и мне подарили вот такой крем для ног, здесь 100 мл, это у нас молоко и инжир. Выглядит так, то есть такой, камера немножко не так передает, такой серовато-лавандовый оттенок пахает, конечно же, упоительно. У продукции Dolce Milk не бывает продукция, которая пахла бы неупоительно. Тоже, зятя, подарили мне. Зятя, подарили мне также вот такие вот серьги. Вот они в виде змеек, я очень люблю украшения в виде змей, и они, ну, это такой, конечно, праздничный вариант, обожаю длинные серьги, так что спасибо им за это большое. Мне идет? Не идет? Поделили мне шампунь, карьер для темных волос. Природная забота. Мне здесь нравится, что пробка в виде листика такая. Видно тебе? Да, видно. Очень славно. Пахнет хуже, чем бальзам. У меня как-то был бальзам, точно такой же, только бальзам. Как-то вот такой химический какой-то аромат. Консистенция очень жидкая, прям необычная жидкая консистенция для шампуня. Как водичка. Здесь тоже в виде змеи, вот такого плана. Задник у нее менее скромен. Вот, зато вот эта часть очень такая шикарная. Далее. Мама подарила мне вот такую книгу Доданцова. Это ее новинка. «Ночной кошмар, железная любовь». Здесь главной героиней Виола Таракама. Я ее уже, конечно, прочла. Ну, это у нас традиция. Даша без книги. Это уже не праздник. И мама подарила уже такие более повседневные сережки-замейки. Немножечко цвечи, вот я прошу прощения. Ну, такие скромняжечки, немножечко подмель сделаны. Не особо серьезные такие. Мы закончили, теперь расскажу, что мне подарили на работе. Я такие подарки называю «доподарки». То есть, это подарки, которые дают либо до праздника, либо после ленивой. В том, в том случае, этот термин подходит. Очень хорошая девушка с работы подарила мне вот такого плана. Ожерелье. Оно немножко дает Египта, потому что таким образом оно выглядит на шее. Оно немножко дает Египта. Лично для меня, потому что для меня сочетание золота и черного цвета – это Египет. Но вряд ли я его буду не просить, к сожалению. Потому что напоминает ошейник металлистов. Я не поклонница рокам. Жаль на самом деле. Она мне подарила шикарный браслет. Я так его полюбила. Но Даша же иначе не может. Даша шла с работы домой. Тот, кстати, день, который я записывала тебе влог, где я шла по зиме, рассказывала по Новогодию свою традицию. Я подскользнулась, упала. И своей тушкой упала не просто так. Я же не могу просто так упасть. Я упала на свою правую руку, на которой был застегнут тот сам браслет. Конечно, он сломался. Я надеюсь его починить. Он, знаешь, такой под золото, как вот здесь вставочки. И такой в виде бубенчиков маленьких. Такой классный. И еще одна девочка с работы мне подарила крем для рук от Faberlic. Якобы питательный, с ароматной земляникой. Запах ее действительно немножко так отдает. Здесь 75 миллилитров. Еще один подарок. Он от моей напарницы. Висит на елке. Я его сняла. И ты его можешь видеть здесь где-то. И последнее, что я покажу, это подарки от моего начальника отдела. Она всегда дает хорошие, спасибо, на подарки. И она подарила мне датированный ежедневник. Мне он нужен для работы. И я все уныла, что вот. Мне, скорее всего, его не выделят на работе. Ну, она услышала мои сенания, видим. И ей такой, в общем, подарила ежедневник. Датированный. То есть, это... Вот. Да. Вот. Ну, собственно, что здесь показывать. Здесь все ясно и понятно. Мне очень нравится, что здесь есть... Сокладочка. Взяла, положила на определенный... Странички, и не надо искать. Здорово. И... Это еще чем? Она мне еще подарила лак. Я же теперь лакоманьяк. Открой тебе по секрету, маленький секрет. Прошу прощения за тавтологию. Все видеоблогеры лакоманьяки. Угу. Ну, или, может, почти все те. Есть же наверняка исключение. Ну, в общем, подарила мне вот такой... С лилового оттенка лак. Это у нас пупа. Здесь 5 мл. И у нас в 401 оттенке. Ну, тебе, наверное, не видно. Сожалею. Это были все мои подарочки. Я надеюсь... Тебе понравилось? Да. Я желаю тебе быть всегда оптимистичной. Хвост кверху, нос туда же тоже, кверху. Все кверху. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok aa.